привет привет всем так зеленую мою группу очередной влог одного дня наверно будет может быть двух дней объединю часть немало сейчас монтируется в локше смонтируются и выложу собственно как я сняла так вчера больше ничего не делала домашние дела и немножко такая растерянность конечно конечно дайте вот оставлю вот эти все уйдет утиль у меня что на столе смотрите здесь художество села свое ставил 3d ручкой когда успевает только не сейчас вместе с вами попробуем найти идею для вот этого вот миника я его вчера показывала прошлом получается на жена тоже прибрать куда-то фоновые цветочные алфавитные то все надо ждать что когда я не знаю до чего начать вроде коллекции никакой бумаги что не применишь есть только в ищечки отдельных статинах смотри стримой может кстати sweet and good взять там как раз таки ну там фиолетового не особо сейчас посмотрю сейчас посмотрю видите сразу как идей пошли вот потому что у меня заказы были детские и хочется но в этой же тематике положить подарки в принципе то наверное можно как раз для девочки будет и я думаю еще попробуйте тиснение сделать на обложке мне лежат несколько заготовок но мне кажется что у меня для мальчика вот так хранится у меня весь чуборд есть отдельно еще коробочка который недавно с лео маме пришла и все и отдельно коробочка с только с надписями но здесь тоже надпись уже есть это я как-то один раз отложил надписи и все равно вот они у меня здесь которые новые приходят сюда же складываются вот и здесь это в конце использую хорошая когда не знаю что сделать на обложке делать с ними готова и на или нет на оборот у меня заготовка я уже все перепутал здесь еще мне кажется на основном какие-то там самолеты паровозики мальчика во тему вот эти карты кто-то мне присылал подарок точно не заказывал спокойно у меня тут только нет сама даже не знаю что у меня тут есть куча кошек разные вот изи-бизи классный чип кстати можно кайфом применить с драконами тоже забыл про него вот разница там будет много их заготовочек надо все использовать эти баллы красота так заготовку на получаетесь 1 в принципе коробка нормально да и немножко декором кидать и цель слишком большой будет но если его только одного сделать лошадка тоже большая трактор самолетик машинка и вот такая корона вот единорожка тоже сложного течения не умею особо теснить короче наверное эту корону сделаю значит сейчас надо выбрать замшу вот это вот знаете что это вот разные вот эти вот деревянные пистолеты которые стреляют резинками понимаете у них у нас уже было штук пять они потому что быстро ломаются и вот эти резинки периодически где только не нахожу вот как вот он попал в пакет закрытый вместе с закрытой вместе с заготовками которого плотно стоять время замша замшу надо выбрать так чтобы по цвету более-менее подходила и был отрезок желательно чтобы потом под ноль ушел не сильно резать большой да ну этот полный это тоже полный вот этот серый маленький ну как-то серый не знаю розовый розовый же тут розовый не хватит у меня длинный да есть только разрезать хотя впритык наверное хватит розовый и к хорошо к sweet and cut но то что фиолетовый тоже не очень в общем сейчас выбираю я замшу замшу вот такой вот оттенок ярковатый конечно зато к санишкам подходит на вот такой у меня есть неоновый какой-то прикольный замшу конечно вынимать от такой себе туда запихивать обратно надо сразу вынуть и использовать красный вот прям есть фиолетовый но прям будет темно так уже хотя я смотрю мне почти уже краю вот такого большой мне отрез так 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 лаванда лаванда в принципе будет хорошо и к наборчику идеально даже я бы сказала ну размер тут полностью наверное плаванты надо брать и к страничкам хорошо и к декору жить это дело припихнуть так из обрезков картона тут рядом сейчас я померю обложка какая у меня будет сделаю 18 до 18 3 на 18 3 на 15 ровно так пока я делаю тут обложку буду с вами болтать так что мы действия санаторий по рекомендации вероники соловьевой у нее есть это мама с сыном зимой это им очень понравилось мы еще ни разу никуда семью не выбирались более сетюшкой с севы мы только в отпуск ездили ну я имею ввиду такое чтобы вот прям занять ночевать это так однодневно куда-то поехать целый день это время провести это было а вот чтоб прям прям как за ночевать с ночевкой с гостиницей мы ездили только вот в сочи один раз в двадцатом году и с того времени уже витюшка там у нас появился малыш его тут мы решили пробно на майские праздники на три дня попробовать куда-то выехать и вот нам понравилась идея санатория поехать это ярославской области получается от нас было ехать 350 километров от одинцова но у нас конечно самое сложное было то что через москву нам надо то что берем по диагонали в другую сторону надо ехать мы получается на западе москвы а это ехать на севера нет на северо-восток вот и в общем решили поехать все цена там вроде приемлемая получилось за три дня но вот номер знаете такой с большой двуспальной кровати и дополнительным диваном вот на три дня 28000 по моему и плюс за витюх мы доплатили еще 200 800 рублей в день за кроватку и на собственно то что он там питался как как бы питался вот кроватку тоже мы приехали вообще у номер нам очень понравился классный номер все есть номере и чайник и чашки и телевизор с ютубом что важно для детей вы в мамочке меня поймут вот и полотенец куча и постельный белье много подушек и все застелено в общем не очень раз и ремонт такой свежий несмотря на то что санаторий весь советский и вот где сами процедуры прям видно что с того времени не везде делали ремонт прям чистенько но где-то уже плитка подклупалась где вот эти сами разные процедуры вот где-то прям новая а где-то видим еще вот и сам внешний вид санатория ну прям узнаете такие советские санатории а вот номер был прям свежий ремонт классный но вы вот если полезете на сайте называется золотой колос там будет прям фотки реальных номеров на нашего номера там тоже была фотка вот туда мы ехали получается мы заехали еще переславль-залезский классный город погуляли там на набережной полчаса но мы ехали рано утром мы выехали творилов три ночи ну нет мы стали в 3 в 4 мы выехали вот и получается переславль мы к 7 утра приехали даже еще не было мне кажется семьи и погуляли там минут сорок то потом потом мы заехали в ростов мы никогда там не были нам очень понравилось что по дороге как бы вот старые города много каких-то кремлей церквей вот в ростове в кремле мы погуляли очень классный кремль я вспомнила что мы его рисовали на отмывках на и ну может быть здесь я где-то прикреплю видео в универе мы все эти входные группы ворота мы все это рисовали и столько крови мне попили эти вещи вот такие воспоминания вроде и неприятные с точки зрения что ты столько сил убил туда а с другой стороны классно в этом месте побывать вот в общем очень нам понравилось мы там и в кремле погуляли и по сувенирным лавкам и даже там пикник устроили напротив кремля там у них почему-то набережная не знаю может быть есть девочки из ростова именно ростов не ростов надо но вот почему-то набережная вообще вот так стоит кремль и вот прям до набережной метров сто вот и там прям просто улица проселочная как бы да даже не асфальт вся разбитая какие-то вот частные дома в общем так мы набережной нашли вроде такой красивый кремль кажется должна быть и красивой рядом набережная там спуск к ней есть но тоже неорганизованные тоже тропинки такие еще дождь был грязный короче в общем мы там на холме посидели пикник устроили вот и поехали дальше потом и дальше в ярославле мы заблудились заблудились потому что нас потерял навигатор и вообще везде там в той местности нас потом особенному навигатору мужа телефон яндекс карты и google карты вот он вроде включаешь он вроде первую минуту тебя нашел в какой-то точке а потом все резко ты уходишь в другое место другое место и он тебя не находит как будто совершенно другой деревне и никак и мы потерялись и сначала прям так на панике мы заехали в ярославль а как ехать это ярославской области там от ярославля еще полчаса надо было ехать и мы такие как выехать из города и получилось я была штурманом я взяла свой телефон я проложил маршрут посмотрела адрес на котором мы стояли около дома какого номер вот проложила от этого дома до золотого колс и вот так вот ехала он еще перепрыгивает на то место где ты надо постоянно сидеть пальцем держать чтобы не перепрыгнул и следить по улицам так мы сейчас будем проезжать такую-то улицу муж сидит смотрит да да мы ее проехали следующий такой-то тут такой-то будет поворот и я короче была штурманом хорошо ведь уху спал через уху более-менее дорогу нормально перенес до этого раньше он нас кричал все время орал в дороге даже вот по москве когда ездили тут прям нормальный туда уехали почти всю дорогу он спал потому что рано встали поехали или там мы он поспит мы два часа проедем где-то выйдем погуляем до часок может быть больше он как бы потусит опять сели опять заснул вот обратно конечно мы уже ехали в десять утра и он уже выспался но более-менее тоже половина дороги спал половина дороги пришлось мультик включить вот но наверно даже не половина больше дороги все равно спал что-то я натиснение да не взяла себе ну ладно что сговорилась потому что с вами в общем кое-как мы доехали там конечно такие заколусти но нам очень понравилось там прям такой лес на берегу волги сосновые ну в общем елочный лес классный и здорово там и организован и питание столовая это прям столовая но вкусно все что мы не брали было вкусно да не шикарно и там что-то ждите ну прям такая домашняя еда столовая очень классно а там шведский стол трехразовое питание вот все входит стоимость в эту же стоимость как я назвала вот за три дня сказала да входит по две процедуры в день на человека вот тут у нас и сева и мы все ходили по три процедуры по две процедуры в день но а так приобретать тоже достаточно дешево там не за какой-то ну на вот мне понравился ормет массаж ормет релакс такие валики по спине ходит 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 очень круто 200 рублей всего стоит вот если я знала я последний день просто него пошла на если я знала я бы заранее вот эти три дня бы каждый день бы на него ходила вот я в основном мне вот эти вот стоимость которых ходили это ванны но прикол не поняла потому что тебе наливает в ванну и ты лежишь в ванне но как бы я и дома могу в ванне полежать наверное там есть какие-то вещества с чем-то в ванна но я ничего не почувствовал что минеральная ванна что просто какая-то ванна была не знаю ничего не почувствовал вот сева там ходил еще на такой жемчужные какие-то знаете типа на пузырьки в ванной забылась джакузи типа джакузи вот дальше мы еще в один день ходили в последний вечер в сауну там есть банный комплекс это отдельная стоимость в общем за два час 1400 по моему от 6 человек группы до 12 что ли вот что такое вообще там бассейн такой нормальный по размеру наверное не знаю метров наверное метров 10 на метров 6 что-то такой прям приличный бассейн вот сауна есть бильярд там есть комнатка для по и поесть переодеться души всякие такие вещи все это хоть стоимость вот ну мы конечно пока пришли пока опоздали в общем тусили только час реально два часа тусили только час и немножко неудобно было что бассейн он но вот мне я метр 64 он наверное полтора метра нет наверное все таки поменьше метра метр сорок наверное он залит то есть мне прям по шее но у меня нормально а себе конечно неудобно это у нас не плавает поэтому так только тусил около не около лесенки и все так было прикольно в общем мы очень остались довольны отдыхом таким там вокруг лес красота чистота никакого города только деревянка рядом маленькая есть вот волга где погулять есть есть там беседки с мангалами можно взять шашлык сделать там магазинчик рядом есть даже готовые шашлыки продают вот можно пойти пожарить это все делал короче раздеку есть мы короче еще хотим туда съездить пока мы конечно не очень притязательны в этом смысле а вот с вами разговариваю да что не делаю надо мне распределить как там наверное начну с корешка вот мы не притязательны в этом смысле говорим второй раз куда-то путешествую таком плане поэтому может быть нам понравилось так сильно может быть если кто уже сильно такой матерый там там будет больше каких-то недоразумений конечно там очень много бабушек дедушек которые лечатся наверное вот мы были 70 процентов гостей санатория это бабушки-дедушки еще вам сейчас анекдот ехали мы вот в ростов заехали жда там кремль а прямо напротив кремля ремесленная слобода называется ну в общем такой дворик небольшой с сувенирными разными лавками ну там всякие тарелочки ложечки украшения какие-то много очень разных украшений плитка из расцы ну в общем все такое сувенирное и было оружие деревянное детское знаете такие разные пистолеты и булавы луки ну вот все попросил купил топор топор такой деревянный у нас где-то вот сейчас я вам покажу сейчас я приклею просто это очень смешно так вот вот такой топор купили все он рожа доволен всю дорогу с ним ехал естественно в санаторий но вы понимаете да к чему разговор приехали мы туда и все пошли столовую он с ним с топором люди так на него козятся потом вечером идем на ужин он опять с этим топором и уже люди прямо открытую о раскольников пришел но вы понимаете да это смешно как они-то конечно со смехом это все он конечно так чуть-чуть подобился что мне такое внимание к этому топору вот реально очень смешно потому что там одни бабушки-дедушки тут села с топором и такой серьезный заходит столовую короче него получилось там подпольная кличка раскольников вот так хорошо отдохнули все и персонал очень вежливый и заботливый и все вроде решаемо вот короче нам понравилось мы ведь еще были там и не знаю может быть летом там будут комары потому что берег волги и лес а так пока еще не было но на утку на окнах везде решетки балкон только естественно без решетки а везде остальных местах решетки есть и может быть не так будет это травма травма опасные эти комары вот это потому что там еще такой берег хороший мне кажется там летом можно будет купаться но мы теперь не знаем может быть на следующий год поедем на это лето тоже у нас уже планы ехать к родителям и там кстати все забронировано я вот когда ехали смотрел хотел номер посмотреть какой у нас и уже я не могу его отметить потому что все на даты забронировано вот так что будем заранее бронировать мы в этот раз бронировали февраль я как раз это как бы мне вот подарок был на день рождения я решила такой себе и все остались им довольны этим подарком вот я тут с вами пока разговаривать протиснем бложку но я конечно в тиснение такой профан я так больше я сейчас декоровать сервису закрою ну условно тиснение сделаем смотрите длинные ногти помогает я сейчас начала носить длинные ногти пока не пойму удобно мне или нет мне нравится в принципе красиво но не всегда я еще к ним привыкла потому что до этого считать два года я носила короткие прям под ноль отстриженные даже свои у меня очень тонкие ломки и длинные не отрастишь а вот когда есть или лак с ним уже отрастает нормально тисненки да и декор приклею не будет готова обложечка закроет такую недоделку свою мне еще одна заготовка лежит который я делала летом тренировалась тоже переплет в принципе она нормальная ну так вот у меня тогда руки не дошли и и доделать хотя бы для какого-то вида чтобы в подарочек например положить на как-нибудь тоже до этого дела дайте еще муж документ я так не переделала потому что уже совсем там папка раз версия ну в ужасном состоянии она пап трепалась и мы сейчас когда ехали еще чаем ее залили документы сами пострадали а вот папка конечно там форс бумажный все все это тоже расклеилось в общем надо переделать может быть вот на этой неделе сейчас если быстро львом доделаю и сяду переделать чтобы уже закрыть этот должок свой и все потому что детям документы недавно переделала и довольно этим удобно сейчас пока и все нормально и не свеженькие симпатичные выглядит вот муж так и ходит у нас расстрепанный такой папкой вот короче такое теснение у меня получилось сейчас папки на обложечку накидаю декорчик какой-то начать посмотреть у меня от проекта я главную вырубку не помню куда делаем оставался нет сейчас поищу куда делаю вырубку чтобы не рубить мне для таких маленьких проектов так лень рубить хочется сильно быстро накидать и все тем более это в подарок так я обтянула обложку уже блок вклеила там блок вкурпила замши так симпатично смотрится конечно тут толстовато но это был тестовый блок поэтому как получилось так теперь надо накидать декор я нашла вырубку у меня есть отдельный контейнер куда я скидываю всю вырубку с разных проектов и вот там оказывается да в детскую тоже скинул и вот это одинарные цветочки уже от разных мастериц когда отдельной коробочке не получается уже хранить там по парте точках все вместе скидываю у меня таких наверно три коробочки вот здесь выбрала вот эту веточку но недавно красиво лежит может быть что пойдет такая на нюансы и собственно высечки посмотрю что у меня тут соберется можно начать салфеточки вот опять вот эти вот элементы такие лисенок надписями не хватает на в принципе вот тут партика по цветовое ждание маленького чуда не надо вот там еще про солнышко было где-то на кстати здесь было применять читать не очень кисточку я это хотела на что-то я уже блок вклеила надпись не нашла ладно потом надпись подумаем воздушные шарики рамочка сейчас как-то так накидаю здесь вот мастер же к такой будет уже за коллекции рубила облачка ну честно все короны и закроется веточки цветочки цветулечки мишки лесу закрыла над этой тела как-то так расположить там не понялось начну сразу приклеивать кружево 4 стесня взяла надо близкий кружево взять храню какие-то обрывки маленький кружево которые у меня остаются них быстро использовать здесь можно так что еще вам рассказать сейчас доделать альбомчик и опять же говорю я на перепутье с чего начать для каких-то проектов которые хочет начать еще идут посылки до каких-то которые не очень вдохновляют все есть не охота начинать в общем тоже я не очень люблю это состояние когда вроде и ничего обязательного нет когда не горит ничего и можно свое удовольствие потворить и начинается метание можно это сделать не очень люблю мне когда горит проще уже делаешь как делаешь видимо такой уже привычка такая так работать когда какой-то срок вот можно с точки не скидать когда делаешь что-то на подарок особо не заморачиваешься по крайней мере я понятное дело что нужно качественно делать мой там если что-то не будет не особо такое шикарное ну ничего страшного так я смотрю что лиса здесь больших больше хотя нет веточку так распрямить и нормально надпись надо сейчас еще найти какую-то небольшую и не брать эту веточку на красиво это даетесь чем-то надо закрыть листочками 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 приклею сразу веточку сюда так еще хочет чего-то детского зайчик здесь я закончил альбом получается ну вот за утро я сделала вот такая композиция получилась из вырезалка вырезала надпись и внутри конечно косички есть вот небольшие может быть это частью заклеивать вот пятнышко у меня получилось вот ну на подарочек мне кажется отлично функцию свою выполняю выглядит симпатично мелкие косички я думаю не сильно важны клиентам прям это которые мы скраперы видим вот такой получился а еще поснимаем сегодня что-нибудь так снова часть с трясущимися руками опять мы идем идем мы в сдек и уже забирать ту подушечку кто смотрит постоянные влоги знает сегодня 4 мая сейчас время 2 часа дня я с утра конечно ну я с утра там пост выкладывала монтировала видео по этапу короче такая работа была я чуть-чуть переплет делала у меня осталось ну половин переплета еще прошить и вклеить странички вот а потом сегодня у нас папа с старшим сыном уехали там по делам у них были давно напланированы ну а я что сегодня пеку полете я вообще люблю печь я постоянно пеку у нас специально какая-то дома выпечка домашняя есть потому что так сложилось что у нас рядом нет ничего вкусного чтобы там какая-нибудь кулинария да или пекарня была чтобы брать и как мы приехали в этот район семь лет назад наверное семь или восемь вот и так я и пеку с тех времен купила тесто место мне нормально я люблю печь но куличи же это другие объемы размеры другие я конечно каждый год пытаюсь но не всегда получается вот и сегодня я сейчас одна с лыжом я писала сейчас пост 3 грамм пока я его месила ну там уже сразу много делаешь тесто почти на 2 килограмма муки пока я его месила пока замешивала опару туда-сюда естественно все вокруг разложено много всего все семь яиц разбил ах Витька он же бегает тут рядом с вами творог утащил я не заметила раз кидал на этом полу так творог остатки которые я творожные куличи делаю все я не теряю надежды найти хороший рецепт творожного кулича раскидал пока я месила дальше салфетки антибактериальные я слушаю затихну я там мультик включила думала смотри прихожу он вытащил все из такой большой пачки знаете с пластиковой крышки там стук 120 все разбросал повсюду и главное я смотрю он еще облизывает их ой господи тут собрать побег все вроде все сел в мультик я пошла дальше месить опять смотрю что-то в ванну побежал смотрю в ванну побежал пока я руки очистила прибегаю уже там раскидал всю туалетную бумагу вот он просто обычно одно такое шкодное дело а это одно одним за одним одним за одним все консервы мне вынул тут рядом у меня на кухне из полки из полки где у меня пекарская бумага видимо я открыла шкаф взять бумагу а не закрыла все оттуда полетели все пакеты фольга давай распаковывать ну в общем весело мы сегодня с ним печем куличи кое как я ликвидировала последствия поставила любовь на заднем плане вот кое как я ликвидировала эти последствия и вот пошли погулять то вчера не гуляли еще не пошли вообще у меня много планов на скраб этот в эти выходные но я чувствую опять ничего не получится потому что мне и обзоры дух альбомов надо снять и вилсы штуки 3-4 надо снять я должна и поскрафить бы заказ я начала делать вот и и все не знаю праздник тоже хочется в пасху отдохнуть посмотрим как завтра получится вот сейчас заберем подушечку и домой ну еще немножко наверное на площадке погуляем кто-то мне там писал что у вас няня как вы это все успеваете нет у меня никогда не было няня няня это дорого все я сама обычно мы все вместе с ним делаем и месим вместе вот сегодня опять же желтки взбивались пока я отвлеклась что-то взять со стола поворачиваю уже ложку маленькую кину когда успевает в общем уже время сна я думал вечером погуляют но только вечером тоже не пошли ну в общем он когда не гуляем он мало спит это раз во вторых там поменялись планы дк дк и ну я решила что надо быстро все свои должки закрыть по графику и уже не беспокоиться что там я что-то не так сделаю или что заранее короче сделать в общем вчера после обеда что у меня забилось я снимала рилс для собственно дк Яны Седышевой один рилс сняла кое-как с такими нервами я не знаю ну потому что я стараюсь снять интересно красиво это очень долго дурацко пока настроишь камеру чтобы под нужным углом нужно показывал чтобы нужное в кадр попадало еще я снимала наподобие ASMR ну в общем когда звук именно звук как что-то стучит гремит именно никаких лишних звуков только рабочие какие-то звуки и это тоже свое то есть тут Сева со школы уже пришел нужно нужно его тихо сидит две минуты сидишь не двигаешься потому что лишний звук чтоб не попал ну в общем я вся изнервничалась все мне осталось еще один одно видео на три минуты снять мастер-класс какой-то и одну статью написать и все вот короче и забыла я про влог снимать уже некогда было мне это делать ой не с той стороны снимать сегодня вот с утра я вам засняла что я тоже только такими делами занималась видео сейчас надо публиковать обложку сделать и ну описание к видео и нажать публиковать что сегодня вы наверное это смотрите может быть даже в Пасху поэтому с праздником вас всех если вы православный человек если не православный тоже с праздником почему нет лишний раз поздравить человека с хорошим праздничным днем вот печетели куличи я рассказывала что сегодня вот у нас мы пришли тесто сейчас обмяло сейчас вот переплет доделаю и пойду наверное уже ставить формочки чтобы еще формочка подходила не знаю как получится у меня каждый год они все какие-то кривые косые как-то я сильно мало накладываю я все думаю что они сильно подойдут они не сильно подходят и они потом там внутри в этой бумажной форме ну в общем такие они ничего на вкус вкусные получаются но на вид ужасный правда вот и в этом году я вообще просто первый Папаша с рецептом у меня есть рецепт от Нани Зверевой он хороший мне понравился вкусный но он по-моему не творожный а я все еще хочу творожные куличи мне почему-то кажется что они самые вкусные поэтому вот первый Папаша с творожными куличи нашла ну более-менее должно не знаю главное чтобы творог иногда бывает такой творог который потом он как-то костенеет и становится как орешки вот есть такой особенно вот мы если приезжаем к родителям там домашний творог вот весь домашний творог в выпечке либо он как-то расслаивается на жидкость и ничто либо вот именно он то что ну даже маленькие шарушки они становятся каменными вот надеюсь что в этот раз нормально я его перебила попробовала в блендере но естественно не все вот эти вот штучки перебились комочки посмотрю как получится вот что пятое число последний день когда моя шестая полка стоит полторы тысячи рублей все и шестого числа уже будет стоимость две сто за четыре мастер-класса полторы тысячи это меньше чем пятьсот рублей за МК получается это очень выгодно очень дешево больше такой цены не будет даже на распродажах я может быть посмотрю и потом еще и увеличу со временем знаете инфляция растет и я стоимость увеличу две с половиной на три тысячи потому что действительно я много трудов вложила в эти мастер-классы особенно что касается схем и то что в процессе ты сидишь записываешь сколько ты акварельки потратил какого размера тут какой детальки карт стока тут какие на вырубку что ушло там по рамочкам что у тебя ушло на обложку как ты в ткани распределите именно вот такие отрезы как так так раз обрезать если у вас бумага 20 на 20 а если у вас бумага 30 на 30 в общем по-разному я эти схемы сделала рассказала все подробно естественно два вида переплеты и четыре работы и каждый переплет особенный там там со скругленными уголочками по-другому здесь с прямыми здесь у меня идет так прошивка здесь скалька интересный эффект и странички резные в общем я постаралась действительно и в общем поэтому если вы еще не с нами сам сейчас ну хотите самое время поступить в группу доступ бессрочный у вас навсегда остается оплата только один раз вот при входе больше никаких оплат я с вас не беру в любое удобное время зашли посмотрели мастер-класс еще удобно тем что я вот именно эти схемы делала для чего для того что вам поступил заказ срочный не срочный неважно вы зашли и по этой схеме сразу все нарезали в один момент все все элементы нарезали сели все склеили вот это а не то что ты меня больше всего бесит особенно в работах которые я делаю на заказ или там ну надо много их подряд там 2-3 альбома каждый раз побежала отрезала прибежала приклеила ой а вот тут такое бы сделать наверное будет здорово вот это то есть за вас я заранее продумала как и что делать и какой ход действий и вот берете и делаете намного убыстряет вашу работу особенно в таких не совсем творческих понятное дело что там для ДК для какого-то СП хочется что-то интересное креативное там уже ты сидишь что-то импровизируешь думаешь ищешь ищешь какая бы фишка идея была а вот если работа такая хорошая альбом который пригодится вам если вы себе делаете если пригодится заказчикам будет удобный при просмотре там более-менее стандартные размеры фотографии и не сильно много наслоения ты сидишь и вот акцент на фотке ну это вот по моему мнению все заканчиваю хвалить свой курс откроем подушечку запись-то идет идет ой это подушечка да со скрабности которая пришла на самом деле быстро мне пришла я не знаю какая она там в том плане что я выбирала там было в наличии много подушечек которые мне подходили да помните история что мне пришла заправка минус подушечки и елена предложила выбрать из наличия другую да подушечку в общем там было вариантов штук восемь на самом деле много скратностей подушечек они конечно не дешевые в наличии там по девятьсот чем-то рублей за оксайды вот но мне как бы она по цене закупки была а я не помню сколько семьсот семьдесят может что-то такое но я себе заскорнила какие подушечки каких у меня нет из наличия да и выбирала выбирала но потом что-то что-то отправила и вот это уже не помню прошло наверное дней пять как я ответила я уже не помню какую я выбрала вот синюю смотрите точно я выбрала синюю вот у меня же не такая синяя я надеюсь да нет у меня ярче да я вот пользовался у меня по сути синих вот одна вот эта приз по рибам вот и ну это уже голубой цвет штормовое небо что ли дальше фиолетовых две ну вот есть еще яичная скорлупа ну как бы тоже голубой но теплый голубой и все остальные там уже к мятному к зеленому к березе больше нет синих и вот недавно я что-то делала мне прям синего не хватало и я наверное вот из-за этого решила что мне нужна такая подушка вот еще было много вариантов которые видите я уже зажравшись со скрапером мне уже не столько они требуются для работы сколько требуется для коллекции мне хочется их собирать вот это мое уберем хотя можно сейчас сравнить сейчас посмотрю где у меня тут это не то от штамповки я делаю себе вот вот такая табличка табличка кстати много есть файл мне его дошла Арина присылала у меня он тоже есть я пересылаю девочкам кому нужно если вам нужна такая табличка там не только на оксайды там в одном на одной странице это тоже сайт рейнджер да там и оксайды и инки и спреи и разные разные там продукты именно вот дистрессовские с названием ну по сути они те же самые да у них выходит и инки и оксайды выходит в этих же названиях цветах и спреи то же самое повторяю вам да еще что у них там выходит очень похожие заправки все это похоже так надо найти этот штамп как же моё моё сокровище моё это кстати вот этот как он назывался вот эти уже артелье артелье да моё сердце тут это была фрида но у меня получилось моё это оксайды так далеко убирать не буду папочку сейчас я проштамплю где у меня мой цвет держится да классные были штампы вообще не знаю у кого они заказывали до сих пор они даже вот у меня не моются хорошо липнут да только что сказала но отлипло так я ищу где этот цвет ммм да вот он такой цвет вот синяя подушка ну вот он немножко так к джинсе есть у них конечно отдельный джинс но вот этот вот больше такой как посветли по мини насыщенный идет прикольный наверное будет по универсальному чем вот этот потому что вот этот у меня вот прям редко используется яркий достаточно синий хотя в каких работах пригодится вот ну теперь надо у меня из этой стоечки выгонять видите фиолетовые потому что здесь видите вот еще два фиолетовых у меня лежит вот такой вот тоже видите фиолетовых у меня два всего ну вот прям вот лаванда наверное да такой он синий к фиолетовым или как назвать а это яркий фиолетовый тоже бы надо какой-то между ними ну у меня есть еще архивал фиолетовый и и все один маленький архивал вот сюда надо сделать нашивочку а я кстати еще на те новые свои не сделала надо короче этим тоже заняться вот а вы ребята пойдете у меня в другое место ладно пока пусть так лежат ну вот эти коллекции мои мои прелести идут и сидят здесь все сейчас я буду прошивать переплет вклеивать странички и радоваться жизни и печь куличи сегодня не знаю буду ли сейчас что снимать или нет семья моя сегодня до вечера скорее всего гуляет там витюху сейчас спать лег потом наверное уже будет шумно с ним что-то снимать поэтому давайте я заранее попрощаюсь с вами а если я что-то досниму то я вам выложу а вообще планирую этот влог вот сегодня я значит его досниму и может где-нибудь завтра утром я его смонтирую несмотря на то что пасха я все равно буду что-то скрапить это для меня хобби хобби работа не важно я когда есть время поскрапить я поскраплю но без фанатизма и конечно видюшки ну вот как раз завтра семью отправлю гулять и наснимаю видюшки потому что видите мне нужно взять видео обзор двух альбомов и фотки соответственно их рилсы ну вот рилсы я уже точно не успею снять потому что их надо заранее продумать как и что снять вот это прям фото действий в этом вконтакте яна яна нам пропагандирует площадку вконтакте и у них есть школа авторов то есть курс вас учат как снимать вот клипы истории рилс я в этот раз подписалась сейчас он пошел это бесплатный курс ну я посмотрела первые два видео даже одну домашку сделала потом мы уехали я домашку одну пропустила и так и сейчас тоже там в общем надо было по одной домашке которую я пропустила составить план ролика и прислать им а на последующем задании вот наверное тоже уже пропустила получается выполнить там по-моему на выполнение четыре дня что ли надо собственно снять клип и опубликовать его вконтакте а не просто так снять вот ну видите мне сейчас некогда этим заниматься ну так хочется но некогда вот и там как раз вот учат как план составлять из каких частей должен состоять рилс да на что делать упор вроде и все говорят то что очевидно но так систематизировано интересно послушать вот так хотел попрощаться с вами да все рада что вы со мной что смотрите мои влоги спасибо вам большое за активность за то что ставите лайки я очень рада этому это поднимает рейсинг моей группы этот влог не знаю может быть даже и на канале опубликую а вообще если он на канале опубликовался имейте ввиду что в в группе вконтакте например вчера вышел влог а на канале его не будет я его уже удалила то есть там в группе выходит намного больше какой-то информации каких-то моих процессов чем здесь на канале поэтому проходите рада что вы со мной побольше времени на скраб и пока пока и пока и пока Продолжение следует...